Вы видите, друзья, Хуанг, которая из компании «Эспрессо». Она показывает, как пользоваться машинкой. В данном случае она так паром очищает все. Потом ставили такую затычку, это уже для молочка. Дело в том, что мы попробовали сами делать. И вот первая чашка была нормальной, говорят, на шветочке, а вторая, и третья, что-то не получалось. Короче, даже при такой простой конструкции, вот это молочко, машинка для молочка, а вот та, что слева, вы видите, это для кофе. Видите, вот сюда вставляется кофе, и так закрывается, видите, и все. Очень простая система. А вот сейчас они молочко вот тут делают. Так, девочки, вы поняли, как работает система-то? Видите, у нас посудка красивая, это мы для гостей, когда приходят менеджеры, интервью проводят. Жанна, как ты считаешь, вот это вот, оно с кофе хорошо пойдет? Отлично пойдет с кофе, сладенько. Скажи, а что, скажи, почему вот у нас такие штучки красивые? У нас такие штучки красивенькие, потому что сегодня вечером наступает весенний праздник Пурим. Так. Женский праздник. Считай 8 марта. Почему женский-то? Еврейский халавин или еврейская 8 марта. Ну, такого я не слышал, такой версии. Значит, из-за чего праздник-то? Праздник из-за того, что такая знаменитая царица Эстер спасла весь еврейский народ от гибели. Пурим в переводе это жребий. Вот должны были убить евреев, а убили плохого Омана, министра. Это известная хохмочка. Да. Ну, и с тех пор, значит, вот… Вот с тех пор мы и празднуем 8 марта. Так, хорошо. Международный женский день. Понял. Но ты, Жанна, скажи, у тебя есть эксайтмент по поводу того, что у нас новая кофейная машина? Не то слово. Жду не дождусь попить, и очень красивенькая, и я надеюсь, что очень вкусненькая тоже. Вы посмотрите, друзья, какая собралась толпища. Так. Галина, скажите вот такую вещь. Почему у нас не получалось? То есть вы поняли, что мы делали не так? Почему у нее получается, а у нас нет? Честно, вроде так же все делали. У нас было предположение, что она должна была первый раз запрограммировать. Да. Ну, может быть, нам просто надо было выдержать какое-то время после первого старта. Угу. То есть, так вот, нет очевидного… Здесь три действия. Положить капсулу, опустить рычаг, нажать кнопку. То есть здесь… То есть ошибиться нельзя было. Интересно. Вот сейчас Танюша проделал абсолютно то же самое, что… И у нее уже получилось. Танечка, вот эта, Танюша… Танечка, что нам подарили от этой девушки Хуангу? Девушка нам подарила шоколад, их фирменный шоколад Неспрессо. Тут написано «Чоколад». Да ты что? Его можно… А что же мы не откроем? Его можно употреблять отдельно, или, она сказала, можно добавлять кофе прямо в одну чашку. Понял, понял. Танечка, давайте откроем. Вот тут такие шоколадочки, друзья. Ой, они тут несколько слоев. Точнее, в два. Сейчас мы поднимем то, что упало. Можно играть в такие шашечки. Вот, вот, вот. Так, может быть, вы скушаете одну и поделитесь? Я, наверное, дождусь кофе и попробую вместе с кофе. Вот, друзья, и мне досталось тут немножко в красивой чашечке. Без молочка, правда? Да. Вот, друзья. Вот. И без сахара. Да. Это правда. Ну, что сказать. Вкусно. Я, конечно, без сахара – это редко что в жизни, но… С другой стороны, вот сюда сахар положить, как в красное вино, правда, так же тоже нельзя. Для гурманов есть шоколадочка. Я сейчас в такой стадии жизненной, что я ни молочного, ни мясного, ни сладкого. И, в общем, и с удовольствием при этом. То есть я как-то же так потихонечку пытаюсь привыкнуть. Вот уже три дня молочного ничего не употребляю. Потерял пару паунтов, кстати. Хорошо, хорошо. В общем, ребята, кто придет к нам в офис, вы напомните и скажите, а мне вот Михаил обещал чашечку кофейку налить. Вот из вашей машинки мы с удовольствием вам нальем. Утро теперь будет начинаться у нас так. Ну, нельзя становиться кофеманом. Если ты им не являешься, то надо осторожненько с этим. Но, во всяком случае, я для сотрудников. Не то, что я какой-то сам кофеман. Но у нас есть люди, которые очень, каждое утро, они как, можно сказать, религиозно это все заваривают и там замешивают. Их там вообще нельзя в этот момент трогать, когда они это все делают. Галина-то у нас больше взбивает молочко, так как никто раньше не взбивал. И мы, в общем, перешли на другое качество кофе раньше с этим молочком. Ну, а тут теперь вот эта машинка. Я думаю, это фан. Заработает, чтобы все просто служили. Вот, все. Будем иметь фан. Счастливо.